Угородчина. Регион с богатой военной историей, берущий отсчет еще со времен засечной черты. Мы обязаны продолжать и развивать традиции патриотизма. Об этом говорил глава региона во время вчерашней видеоконференции с Владимиром Путиным. Вячеслав Гладков попросил у президента России поддержки в решении построить Суворовское училище на Белгородской земле. Как жители региона отреагировали на эту новость? Мои сержанты, помощники мои были. Видишь, дедушка. Владимир Бобровский, подполковник в отставке. Сейчас живет в Алексеевке, а за время службы поколесил по стране и за ее пределами. Окончил военное училище, уссорийское высшее военно-отобильное командное училище. Служил на Дальнем Востоке 10 лет. Потом переведен был, служил в системе МПО страны. Потом был переведен в Германию. В Германии служил 5 лет. В семье он пока единственный военный. Однако сын и старший внук в армии служили. А младший внучок Женя в этом году пойдет в первый класс. Весть о возможном открытии Суворовского училища очень вдохновила деда военного. Суворовское училище дает закалку человеку, во-первых. А там сколько сейчас учат? 4-5 лет. А потом уже выберет. Это его дело. Офицер это и есть офицер. Женя по-мужски суров и неразговорчив. Крепкий и всерьез занимается плаванием. Не исключено, что с удовольствием отправится на учебу в Суворовское недалеко от дома. Белгород всего в 160 километрах. Я пойду в армию, чтобы защищать нашу Родину. Для таких будущих защитников и возникла идея открыть Суворовское. Эту тему поднял Вячеслав Гладков во время видеоконференции с Владимиром Путиным. Глава региона отметил, что Белгородская область хранит военную историю. Тема патриотизма для Белгородской области имеет особое значение. Прохоровка, Курская дуга. И очень хочется, конечно, опять какие-то найти точки соприкосновения, которые бы вот эту тему развить. И выхожу с просьбой к вам, к главнокомандующему, разрешите строительство Суворовского училища. Проект предполагает создание Суворовского училища на 500 мест. В регионе развито кадетское движение с охватом более 12 тысяч школьников. Действует 100 военно-патриотических клубов. В 823 юно-армейских отрядах занимается более 18 тысяч подростков. Лидеры белгородских патриотических движений поддержали эту инициативу главы региона. Считаю ее как нельзя более своевременной. Регион был, скажем так, порубежьем, который стоял на страже территории нашей Родины. Я считаю, что Суворовское училище здесь, это будет как нельзя лучше для того, чтобы молодое поколение могло выбрать именно тот самый путь защиты Родины. В фильме «Офицеры» есть такая профессия – Родину защищать. Отметим, что Белгородская область – приграничная территория. Здесь дислоцированы три воинские части – в Белгороде, Волойском и Граеворонском городских округах. А значит, воспитанникам нашего Суворовского найдется работа на родной земле. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогоря.